Здравствуйте, дорогие друзья самолета! С вами подкаст «Что-то надо менять». Сегодня мы представляем вашему вниманию вторую часть разговора с череповецким социологом Альбиной Меховой, в котором пытаемся диагностировать состояние общества в стране, регионе и городе в каждый конкретный момент времени. И пробуем понять, почему все идет так, как идет. На этот раз речь пойдет о представленной городскому сообществу новой стратегии развития череповца с ее попыткой сформулировать главные городские проблемы и пути их решения. А главная проблема города сейчас – демографическая. Если точнее, быстрый отток из череповца молодежи, которая по каким-то причинам не связывает свое будущее с городом. Проблема – это молодежь и ее будущее, которое на конференции рассматривалось, и не только с точки зрения политических реалий, но еще и с точки зрения их образовательной подготовки. Это очень большая проблема. Их профессиональной подготовки и вообще соответствие рынка труда. Но это отдельная тема. Просто за счет образовательной подготовки любопытную мысль высказал господин Тушин, заместитель губернатора Вологодской области. Когда на расширенном этом совете экспертном обсуждении представлялась стратегия города, он там в конце взял слово и сказал, что одной из причин вот этой проблемы с оттоком молодежи, он сказал, что это слишком хорошее школьное образование. Дети наши, которые учатся в Череповце, они имеют больше шансов куда-то поступить за пределами Череповца. И вот получилось так, что мы стали заложниками качественного школьного образования. В этом плане я соглашусь отчасти, только отчасти. Потому что мне вообще, откровенно скажу, не нравится школьное образование, потому что оно перестает быть общим. Оно чересчур рано профилируется. Да, у нас дети действительно по отдельным профилям очень хорошо готовятся. К сожалению, только с репетиторами. Это теперь стало практически нормой. Мы проводили исследования и фокус-группы, и опросы ребят, которые считаются одаренными и участвуют в программе «Путь к успеху». Практически все занимаются с репетиторами. Я считаю это не совсем нормальным для общего среднего образования школьного. Поэтому не соглашусь, что у нас очень хорошее образование, у нас очень хорошие дети и очень хорошие учителя. Но они встречаются в узкой такой вот паре. Но с другой стороны, вот то, что они занимаются с репетиторами, это ведь, наверное, все-таки не бесплатно занимаются. Конечно, не бесплатно. То есть это можно рассмотреть как инвестицию родителей в своих детей. Конечно. И, соответственно, я думаю, что раз они инвестируют в своих детей, значит, соответственно, вот они рассчитывают, что дети смогут куда-то поступить в какой-то хороший вуз. И тоже, наверное, в определенной степени этот вуз, наверное, находится в их представлении за пределами, наверное, города. Вот. Вот вы очень правильно формулируете «в представлениях». И на самом деле, вот если говорить об этой проблеме, о миграции и о причинах миграции, тут во многом играют роль родителей и педагоги, у которых в представлениях сформулировано и закреплено, что успех может где-то быть не в Череповце. Образование может быть где-то не в Череповце. Во многом это еще отголосок 90-х годов, когда юность родителей и во многом теперешних учителей прошла сама вот в 90-е годы, когда возможностей было очень мало. И вот в поисках этой лучшей доли для своих детей и вот этих алых парусов за горизонтом, они, конечно же, считают, что лучшая доля – это не в Череповце. Ну, в принципе, я считаю, что, конечно, поступление в престижные вузы, получение образования в МГУ, в Санкт-Петербургском университете – это очень хорошо. И это действительно дает большой шанс. Кстати, сделаю отступление. Вот недавно было проведено исследование научно-исследовательского института высшей школы экономики по региональным и местным студентам в столичных вузах. Вообще это связано с ЕГЭ. Уезд, эмиграция абитуриентов в столичные вузы. И, в принципе, как всякая медаль имеет две стороны, вот это тоже теперь проявляется вот этой стороной. Что я имею в виду? Когда внедряли ЕГЭ, одной из целей было расширить доступность столичного образования региональным выпускникам. То есть ты сдаешь ЕГЭ, и по этим баллам ты проходишь, не давая вступительные экзамены, проходишь в столичные вузы. И вот сейчас, когда этот научно-исследовательский институт провел исследование, то если до ЕГЭ в столичных вузах соотношение своих и региональных абитуриентов было 70 на 30, то сейчас практически наоборот. 30 местных и 70 приезжих. И практически все там были названы 25 регионов, которые особенно испытывают вот эту миграцию абитуриентов, в столичные вузы, где это становится проблемой. На самом деле цель достигнута, будем так условно говорить. И в принципе это неплохо. Но самое-то плохое, что они не возвращаются. Вот в чем проблема. И вот здесь как раз играют роль инвестиции родителей. Вот посмотрите, что происходит. Я просто вспомнил, извините, я перебью. Перебью. Сейчас уж не помню имя отчества. Был такой заместитель, по-моему, губернатора Вологодской области Вячеслава Евгеньевича Позгалева, Касьянов такой, может быть, он помнит его. Знаю. И как-то мы с ним разговаривали, но правда там речь шла у нас не об оттоке из Вологодской области, а речь шла просто об оттоке из страны. Молодых людей, ученых, талантливых. И он сказал, говорит, вот не нужно никого держать. Не нужно там силком. Ну пусть уезжают, главное, чтобы возвращались. Потому что они вернутся, они получат бесценный опыт, они получат новые знания, и это будут вообще изумительно ценные люди для региона. Совершенно верно. И я так считаю. То есть пусть они получают это образование. Главное, чтобы возвращались. Так проблема-то именно в том, что только 7% намерены вернуться. А вот это-то большая проблема. Почему вот вы опрашивали, почему они не укореняются, почему их здесь ничто не держит? Вот знаете, ну это во-первых какая-то... Нет, вот вообще давайте... Вот как бы я просто хочу, может быть, вы мне подскажете. Вот у Череповца есть какое-то видение будущего города? Я вот в последнее время немножко, по-моему, такое ощущение, что мы как-то заблудились в трехсоснах. Вот есть представление, вот у нас есть город будущего Череповца, это губернаторский проект. Который на поверху, если вот так вот грубо подойти, там убрать, убрать там вот этот флёрт, это переезд города с одного берега на другой. Это строится вот новый район, и мы хотим молодёжь перевезти вот туда. И чего дальше? А дальше-то дорога на Москву. Из-за этого... Понимаете, мы выводим лучших своих молодых в хорошее там как бы комфортабельное жильё, которое внешним видом ничем не отличается от жилья, которое строится в пригородах Москвы. И дальше что? Это мы просто им выстилаем дорогу, чтобы они уезжали, что ли, получается? Как раз не выстилаем дорогу, потому что, ну, во-первых, не перевезти с одного берега на другой, а оставить здесь, потому что перевозить-то скоро с одного берега на другой будет некогда. Что с собой для молодёжи? Ладно, я не хочу там... Можно я скажу, вы меня перебиваете, я не могу договорить мысль до конца. Да-да-да, у меня мысль тоже продолжает. Итак, если говорить с точки зрения, так скажем, научной, то вот есть такое понятие городская или региональная идентичность, когда человек себя вот именно сопрягает, сопрягает, считает горожанином, гордится этим и так далее, и так далее. Эта городская идентичность по такой классической модели составлена из того, что я хорошо знаю город, мне он нравится, и последнее, да, я хочу тут жить и его развивать. Вот с точки зрения знаю не очень, с точки зрения нравится, всё вполне благополучно, особенно в последние годы, а вот с точки зрения хочу здесь жить и включиться в развитие, всё плохо, как раз этот уезд. Что мешает? В принципе, когда вот эти вот мечты молодых о том, что охота к перемене места и охота получения высшего образования, это вполне нормально, и особенно для нашего города, где создана вот эта же программа «Путь к успеху», помощь к олимпиадникам, в принципе много условий создано для того, чтобы ребята учились хорошо и имели доступ к высшему образованию. Когда ребёнок уезжает, родители в этом очень заинтересованы, как вы правильно говорите, они в него делают инвестиции, сначала в репетиторство, а потом, ребёнок уехал, надо ему купить квартиру, потому что в общежитии, вот как правило, эти дети, они обласканы родителями, они заботой обласканы, родители думают, надо ему купить квартиру, они купили квартиру, это не маленькие вложения, да, и поэтому когда уезжать, ну а как уезжать-то, уезжать-то уже вроде как квартира там, и далеко не все ведь находят своё вот там поприще, то, которое они выбрали, вот здесь они нам говорят, я хочу работать в крупных фармацевтических компаниях, я хочу быть журналистом, я хочу быть там международником, аналитиком и так далее, это здесь они первые парни на деревне, а там-то они точно таких очень много, и далеко не все к этому приходят, но уехать, а ещё тем более признать, что я, у нас же ещё, понимаете, очень сильны стереотипы вот этой вот зарубежной успешности, зарубежной, я имею в виду, не только заграничной, но и где-то, как нам один мальчик сказал на фокус-группе, он сказал, я поеду учиться в Москву, а как ты учишься? Ну так, средненько учусь, так я же не в МГУ буду поступать, я знаю, там филиал есть, в Чертаново, вот я там буду учиться, но я же всем буду говорить, я в Москве учусь, то есть, понимаете, ещё есть стереотипы вот этой успешности. Ну, те стереотипы, да, есть бренд Москвы, и к нему хочется приобщиться. К нему хочется приобщиться. Почему к бренду Череповсани хочется приобщиться? Вот я вот к этому подвожу, вот по поводу будущего, понимаете, когда есть определённое видение будущего, да, вокруг него может формироваться бренд. Помните, вот была стратегия Череповец-город лидеров? Да. Ведь классная была стратегия, и вот на ней можно было строить. И сколько на самом деле лидеров тогда появилось? Очень много. Другое дело, что они все потом разбежались и разъехались. Да, но... А вот я смотрю нынешнюю стратегию, и меня поражает у неё, это третья стратегия, и это первая стратегия, в которой нет названия, нет имени собственного, нет лозунга, нет слогана. Он спрятан, вернее, он спрятан внутрь стратегии, написано «Город, в котором хочется жить». Не знаю, почему так постеснялись и спрятали его внутрь. Ну, тогда давайте будем говорить, что мы строим город для пенсионеров, лозунг-то для пенсионеров, город, в котором хочется жить. Почему для пенсионеров? Это как раз надо сформировать. А в нём нету этого глагола. Вот здесь, ну, город лидеров, вот есть какой-то посыл, вот, то есть... Ну, вообще-то у Череповца была стратегия, Череповец – город возможностей. Она была вторая, по-моему. Нет, вот она была сейчас. Сейчас? Нет. Там, вот в презентации она не обозначена. Нет, так, ну, во-первых, стратегию-то представят ещё... Но тоже город возможностей, тоже вялая стратегия. Почему? Вот в данном случае не вялая. Это запрос, потому что молодёжь отмечает... Не знаю, может быть, я отталкиваюсь от того, как уже потом интерпретируют городские власти эту стратегию. Потому что, вернее, вот этот диагноз, который поставили социологи, там, не знаю, экономисты, вот кто готовил эту всю основу, они потом дают, как бы, свои ответы, да, то есть как они будут реагировать на это. И выходит мэр и говорит, ну, в принципе, в экономике у нас всё в порядке. У нас рабочих мест дофига, у нас дефицит кадров, то есть здесь мы ничего менять не будем. Мы будем делать более комфортное общественное пространство, ну, будем там засуг какой-то делать и будем внушать, так сказать, вот нашей молодёжи, что хорошо оставаться здесь. Понимаете? Опять никакого образа будущего... Ну, нет, вы как-то усредняете и очень редуцируете. Во-первых, на что был запрос у молодёжи. Им не нравилось... Подождите, я договорилась. Да, 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 да. Это хорошо, что мы с вами немножко дискутировать начали. Им не нравилось молодёжи, это мы отражаем в исследовании ухожения первый год, что Череповец – это город рабочих. Они не рабочие, они креативщики, они специалисты с высшим образованием. Так вот, я про это же говорю. Секунду, им нужны креативные пространства. Чем отвечает город? Креативными индустриями. У нас даже есть карта креативных индустрий, и, в принципе, мы, вот, например, предлагаем вместе с Агентством городского развития, чтобы немногие ребята знают, ну, вернее, проводятся всякие экскурсии даже по этим креативным индустриям, но показать, где ты можешь вот эту... Понимаете, одна из самых главных причин, которая занимает самую низенькую, низшую позицию в рейтинге, почему нехорошо жить в Череповце, нет возможности для самореализации. Когда мы спрашиваем, что такое самореализация, чего вы хотите реализовать, они очень с трудом это формулируют, это некое клише, да, реализовать многообразие моих интересов. Где можно разнообразие моих интересов реализовать? Вот креативные индустрии, они есть, они и в сфере услуг, они и в сфере производства. Это раз. Второе. Сейчас на самом деле, вот вы сказали, такие же дома, это дорога в Москву. Нет, это не дорога в Москву. Только вчера мы разговаривали с нашей же выпускницей, которая, кстати, уехала в Москву и работает в Сбербанке, в управлении Сбербанка, в такой сфере, которая как раз ищет людей, которые бы занимались внедрением технологии искусственного интеллекта вот в эту финансовую сферу. Причем как раз то, что я говорила, в эту должность, в этого кадра, который им необходим, необходимы компетенции из разных направлений, в том числе из социологии, из IT, из финансов, из экономики. То есть вот это такой специалист, который пока конкретно нигде не готовится. Мы даже с ней задумали некие такие эксперименты. И она говорит, в принципе, сейчас не надо жить в Москве. Можно жить в Череповце. И даже у нас многие кадры живут в своих городах, потому что это все онлайн-технология, это все информационная среда. Значит, необходимо показать вот эти новые профессии, которые не требуют того, чтобы уехать. Это вторая сторона. Третья сторона, по которой, кстати, совершенно тоже противоречиво высказывалась молодежь, с одной стороны, 62% высказывает, когда мы спрашиваем, какими сторонами своей жизни вы удовлетворены, они удовлетворены своим досугом. И когда мы говорим, чем им не нравится Череповец, они пишут, мало мест для досуга. Ну, вот это такое тоже противоречие пишет. Причем, опять же, это противоречие связано с тем, что в Москве там столько театров, ночных клубов, и так далее, и так далее, и так далее. Когда мы говорим, что когда вы будете работать в Москве, и когда приводим им... У вас не будет времени ходить. Да, не будет времени. И когда вы живете в Череповце, возможности для посещения даже московских, вот этих всех культурных мест больше, потому что, к сожалению или к счастью, к сожалению, потому что это... Череповец расположен, как я, когда представляю Череповец, я говорю, он практически пригород Москвы, потому что мне понадобилось полтора часа, чтобы досюда долететь, от квартиры практически до Москвы. Вот эта близость к столицам, она, с одной стороны, риск, потому что наши дети, наши школьники, с детства бывают в Москве, в Санкт-Петербурге, видят вот эти все красоты этой жизни и знают, как легко туда уехать. С другой стороны, это плюс, потому что работая здесь, зарабатывая здесь, потому что Череповец по всем меркам входит в кластер высоко доходных, с качеством жизни высоким городов. Вы можете на выходные летать, ездить в Москву, в Санкт-Петербург, ничего не меняя, так скажем, в своей жизни. Поэтому на самом деле, мне кажется, вот если говорить о демографической ситуации с точки зрения миграции, вот перед городом стоит выполнимая, на мой взгляд, задача, особенно в последнее время, когда, ну как бы, вот это соотношение 70 на 30 в столичных возах ведь было связано еще с тем, что столичные-то абитуриенты как раз уезжали за рубеж. Сейчас ситуация-то немножко меняется. Не идут за рубеж. Ну. Или все уже уехали. Ну как уехали, они же будут подрастать. Нет, вот будем посмотреть, что называется. Это вызов. Музыка. Музыка. Мне сейчас в голову пришла интересная еще штука. Я недавно, буквально в прошлой неделе, брал интервью нового руководителя Народного фронта в Вологодской области. Такая Людмила Миронова, вы, наверное, знаете. Знаю. Она говорит, вот я даже сама удивляюсь, что меня как вот предложили мою кандидатуру, потому что я, говорит, никогда не рассматривалась на вот эту должность, потому что я Череповецкая. Вот. Потому что по убеждению, говорит, вот московского штаба, руководитель регионального штаба должен жить в столице региона. Вот эти, вот эти клише, вот эти вот стереотипы надо ломать. Потому что, в принципе, ну, вот меня, например, приглашали читать лекции на коммуникационном менеджернице в высшей школе экономики. Мне никуда не надо было уезжать. Ну и масса сейчас таких вот вещей, когда, в принципе, это все решается. Еще тогда два момента, да? Я хочу, чтобы вы прокомментировали или, может, свое мнение высказали. Все-таки у меня есть чувство, вот лично у меня, неудовлетворенности вот образом Череповца. Вот нет в нем какой-то определенности. С одной стороны, вот это что? Хотим уйти все-таки от этого, от образа рабочего поселка, о котором Алексей Александрович говорил. Это однозначно. Хотим уйти. А куда хотим прийти, пока непонятно. Вот Вологда, вот, например, у них как-то с этим более, так сказать, ну, определенно. Вот они сделали, мы, типа, вот экологические будем, чуть ли не столица экологической России, ставим на экологию, и плюс культура, плюс наш культурный бренд, и вот из этого мы будем лепить вот образ Вологда. Из чего будет образ лепить Череповец, пока вот все-таки не устоялось и нет какого-то общего видения, по-моему. Я боюсь взять на себя право как бы определять этот образ, но мне кажется, эта задача определить этот образ будущего сейчас не только перед Череповцом. Вот вы очень правильно привели пример Вологда. Вот такие исторически устоявшиеся города, они как бы лицо свое только улучшают с точки зрения экологии, с точки зрения так скажем качества городской среды и прочее. Современным городам, которые вот в 20 веке по большому счету только возникли, у которых нет исторического прошлого, мы же тоже привыкли, что лицо города должно быть каким-то вот определенным. Иваново город невест, а там не знаю Череповец город металлургов. Надо уходить от этой вот жесткой определенности. Мне кажется, современный город он должен быть городом многообразных возможностей. Вот именно в этом смысле. Если мы говорим, что Череповец будет городом умным... Ну а как он будет отстраиваться от других городов? В чем он будет, его преимущество тогда? Какой конкурентный, если мы сейчас на поле брейдинга идем, все равно должно быть какое-то его... Ну, во-первых... Должно быть какая-то все-таки какая-то черта, которая будет его отличать от других. Во-первых, это современный технологичный бизнес. Именно современный технологичный. Казань современный технологичный бизнес. Все приводят в пример. Ну... Иннополис и все прочее. Чем Череповец отличается от Казани? А зачем? Так нет, Череповец отличается от Казани тем, что он Череповец, а не Казань. Чтобы сюда поехали, чтобы здесь оставались... А в Казани-то остаются, кстати. Так я говорю, что Казань у нее есть вот эта идентичность уже заявлена. А у Череповца это пока нет. Да почему Череповцу то не стать современным? Ведь Казань, извините меня, она не только современный технологичный город. Она исторический. Она исторический город. И, кстати, историческая ее принадлежность больше играет в имидже, чем современный технологичный. Вот так вот с точки зрения ассоциаций, что такое Казань? Казань это тысячелетняя история и так далее, и так далее. Вот современный технологичный, он, я не, как бы, не очень понимаю, что надо обязательно отстраиваться от всех других. У Череповца будет собственное, и есть на самом деле собственное лицо, именно потому, что это будет город, в котором крупный технологичный бизнес не мешает, ну, не точно, я неправильно выясняю, изъясняюсь. Вот для многих Череповец это город-рабочий поселок. Надо сделать так, чтобы бизнес крупный не ассоциировался с рабочим поселком, а ассоциировался вот с этими современными рабочими местами, нерабочими, вот в том смысле, в каком мы понимаем, а в котором нужны вот эти вот современные креативные компетенции, компетенции, демографию. Нет, Алексей Александрович Мардашова, роль личности. Да кого-то, вы и говорите, вы сейчас задумались, что Миронову не делали председателем фонда, ну, не рассматривали кандидатуру, только потому, что она живет в Череповце, а по некоторым мнениям, должна жить именно в Вологде. Вот именно с этой точки зрения я хочу сказать, что почему Мардашов должен жить в Череповце? Ведь самое главное, вот это вот... Этим он покажет, что вот здесь можно и нужно жить. Я здесь живу, здесь столица, но на самом деле Северсталь ведь она зарегистрирована в Череповце, а генеральный директор компании живет в Москве. На самом деле теперь в Москве. Уже в Москве? Так нет, это у нее уже офис-то основной в Москве. Офис в Москве? Нет, а формально... Ну, российская Северсталь... Нет, но Мардашов же владелец не только российской Северстали. Северсталь... Нет, там есть Севергрупп, это другая совсем... Севергрупп, которая по всем... Это другая компания, она не касается Северстали, она не управляет самой Северсталь. Ну, почему? Северсталь-то входит в Северсталь? Нет, в Севергрупп не входит. Нет, смотрите, у нас же есть дивизионы. Все активы Мардашова, которые не металлургические, они входят в Севергрупп. Нордголд, там, вот эти вот металлурги, вот все вот это... Лента, это все Севердруг. Так это же тоже Мордашов. Тоже Мордашов. Так почему он должен из Череповца-то этим руководить? А почему нет? Ему сложно это делать. Вот вы сейчас сами себе противоречиваете. Вы только что сказали не надо никого задерживать и так далее. Так нет, не задерживать. Должна быть его добрая воля. Я приехал, я живу в Череповце. Я здесь построил Господи, какой-нибудь классный небоскреб. Я в нем буду жить. И я буду каждый день на улицах города. Вот берите с меня пример. Ну понимаете, мне кажется, руководить северскую группу из Череповца достаточно сложно. Почему? А вот эти вот, вы говорите, сейчас же все дистанционно. Сейчас у нас все компьютерные технологии. Ну я тогда буду вам говорить, что сейчас есть некоторые ограничения у Северстали, в том числе именно дистанционные технологии. Ведь когда была пандемия, Алексей Александрович вообще не выходил никуда. Он сидел у себя в кабинете и оттуда управлял. И прекрасно получилось. Вот. Почему вы ему... Я не очень понимаю, почему мы должны лично в присутствии... Милютин же не живу в Москве. И управлял Череповцом. Нет, он... А ведь Мордашов не управляет Череповцом. Я бы поняла, если бы вы говорили, что Германов должен жить в Череповце. А Мордашов... Почему вы так как бы привязываете город? Ведь как раз задача этого города не связывать его с Северсталью напрямую. Он должен быть многообразнее. Почему вы не говорите про владельца Фосагра, что он должен жить в Череповце? Вот это тоже стереотип, который на самом деле делает честь Мордашову. Владелец Фосагра, он не Череповецкий. Я бы... Он, в принципе, мог бы жить и на Кульском полуострове. Мог. Совершенно верно. Оттуда пошла компания. И Балакова, и это всюду. Но нет, мне кажется, так привязывать... Наверное, это какой-то фактор, но это чересчур маленький фактор для того, чтобы связывать вот... Ну, как бы ставить вот это вот место пребывания основного акционера одного из бизнесов. А когда-то ведь жили тут менеджеры в Северстале, жили в Череповце. Ну, да когда-то все было. Но на самом деле самая-то главная задача, и она давно стоит, это несколько перерезать пуповину-то в Северстале с городом, чтобы город получил самостоятельное, совершенно такое разнообразное лицо. не... Вот, как раз вы говорите, ведь главная задача, чтобы пока еще в ассоциациях город Северстале, это почти сиамские близнецы. Ну, так оно и есть. А вот задача, чтобы это было не только Северстале. А каким это образом сделать? А вот и диверсифицировать все эти креативные технологии, чтобы молодые люди... Нет, понимаете, тут ведь очень много зависит, связано на деньги. Естественно. А вы в Блице-Череповце представляете структуру? Представляю. Но дело в том, что... Об этом даже Михаил Сергеевич Ставровский сказал, мы когда руководили, у нас бюджет... Ну, Римеич, у вас стереотипы. У нас бюджет, говорит, был... Даже выше, чем у нашей молодежи. Хоть маленький, но... Вы сам не верите, что Череповец может стать не городом, поселком. Я верю. Поселком. Я верю, но для этого должны быть... должны совершиться революционные... Вот смотрите, вы говорите, бюджет, значит, города и бюджет области во многом из Северстале. Нет, я не про это говорю. Не то, что бюджет города и области из Северстале. Бюджет города, он состоит из трех частей. Это вот 30% собственно бюджет города, в том числе и от Северстали. Процентов 40 или 50 даже, это дотации от области. И там процентов 20-30 это дотации федеральные. Вот при таком соотношении, вот как город может сам какие-то решения принимать? Понимаете, кто платит, тот и диктует решения, которые принимают. Но это ведь у всего города. Нет ни одного города, у которого бы, ну, может, Москва, которая сама государство в государстве, у которого бюджет был только свой, и чего хочу, то и врачу. Это же всегда так. Поэтому в чем тут как бы такое препятствие для того, чтобы развивался? Я так хочу сказать другое. Нет, ну развиваться будет, но это будет немножко развитие. Как бы чуть-чуть, когда тебе говорят, как вот на градостроительных советах приезжает Олег Александрович Кушенников, как он сам говорит, признавался. То есть мы часто, говорят, мы приезжаем уже с готовыми решениями, потому что на местах просто люди, ну, как бы, то ли ленятся, то ли не знают. И мы просто собираем информацию, готовим для них предложение, говорят, вы будете строить это, это, это. Вы согласны? Мы согласны. Но вы сейчас немножко уводите в сторону, потому что от этого никуда не уйти. Ну да. Это будет всегда. Нет, ну отчасти, и вот Северсталь тоже со своим влиянием, она отчасти тоже, как и в какой-то степени, наверное, диктует какую-то политику. Так она диктует-то как раз, вот я работаю на Северстале, и я реально вижу, что Северсталь заинтересована в том, чтобы город развивался немножко, ну как бы, не то, что не в сторону Северстали, а чтобы он развивался отдельно. Вот, ну, извините меня, эти даже проекты там, которые сейчас на слуху, и Советский проспект, и прочее, это же не для Северстали, это же для города. И многие инициативы, которые проводят Северстали, это как раз для того, чтобы город, ну, получил некое отдельное от Северстали, как, может быть, да, детище Череповец-Северсталевское, но чтобы он пошел дальше. И в этом плане я абсолютно уверена в том, что у Северстали есть такая добрая воля. И деньги, многие проекты, и прочие там инициативы, они на это направляют. Не будем говорить там о внутренних социальных ответственностях. Вот, и в этом плане, как бы говорить о том, что Северсталь все равно останется, так скажем, давлеющим фактором, наверное, да. Но какой будет этот фактор? Одно дело, когда нужны, извините меня, неквалифицированные рабочие, ведь, понимаете, даже представление о рабочем у многих наших выпускников, о рабочем Северстали, о рабочем Фосагра, сформировано не совсем правильно. Что сейчас такое рабочий Северстали? Вот наши студенты ходят с точки зрения промышленного туризма и так на экскурсии. Он сидит за пультом, он должен много-много чего знать. Он должен, они там используют эти же технологии современные. Почему я говорю современные, технологичные? Чтобы там могли применить свои умения очень многие специалисты, а не только, грубо, металлург, сталевар, там химик, лаборант, еще кто-то. Вот это очень важно показать. Второй момент, это то, что, вот, если уже отвлечься от Северстали и немножко перейти в связи вот этой проблемы, которую мы говорим, миграция молодежи и демография, которая влияет на население. Ведь почему еще мэр так упирает именно на демографию? Потому что, если Череповец выйдет из состава трехсоттысячников, то это уже совсем другой статус города. Ведь многие инфраструктурные объекты, они зависят от количества населения. А сама демография, то есть репродуктивные установки, рождаемость, она, как это ни странно, связана с миграцией, да никак это ни странно, аксиоматично, связана с миграцией молодежи. И если мы дадим хорошее жилье, молодежь ставит на одно из первых мест, мы не заводим семью, пока не будет отдельного жилья. Хорошее жилье будет. Если будет у него работа, которая отвечает его запросам, дистанционная или здесь, он будет заводить семью здесь. Сейчас же, почему еще они, так скажем, почему озабочены даже отъездом абитуриентов? Потому что вот он уехал туда, помощи у него нет. Он там строит карьеру. Следовательно, рождение первого ребенка он откладывает, откладывает, откладывает. И, как выяснили наши социологические исследования, оптимальный возраст, по мнению череповчан, для рождения первого ребенка, это где-то 26-27 лет для женщины и 29-30 лет для мужчин. Это же очень много. Ну, это европейский стандарт. Про что и речь? А Европа-то тоже страдает от демографического... Кое-где там уже получше. Во Франции там уже коэффициент рождаемости выше, чем в России. Так вот, но это же надо менять. И причем, кстати, во Франции порядка 35, наверное, процентов детей рождаются вне брака. Пусть даже вне брака, хотя у нас еще, ну, у нас тоже есть такие данные, но, в принципе, пока еще все-таки держатся за традиционный брак, хотя молодежь, в принципе, считает, что форма брака абсолютно не принципиальна. Так вот, получается, что они активны, так скажем, время активного рождения 10 лет максимум. Потому что в 39 уже поздно, в 29 еще рано. И получается, сколько детей может современная мамочка, которая, в общем-то, из поколения достаточно такого гедонистически настроенного, то есть она не очень любит проблем. Она даже если любит детей, родился первый ребенок, надо его на ножки поставить, отдохнуть немножко и уже потом думать о втором. О втором-то уже некогда думать, потому что это уже 39 лет. И поэтому вот эти две проблемы, они очень сильно пересекаются. Я имею в виду миграция молодежи. Если они будут оставаться здесь, сейчас продумываются некоторые меры даже по студенческим семьям. Вот что там греха-то есть? Мы же очень часто как преподаватели говорим, ну что ты, о чем тебе думать, о каком ребенке? Выучись. Выучись, это уже 22. Чтобы не потерять компетенции, надо куда-то устроиться на работу. Это уже 25. Надо закрепиться и так далее. Если будут меры, они сейчас прорабатываются, был такой всероссийский проект, студенческая семья назывался, и мы участвовали в нем, я имею в виду в исследовательском проекте, вместе с Вологодским научным центром. Если будут проработаны меры для поддержки студенческих семей, то есть предоставление хотя бы общежития, перевод на бюджет с коммерческого обучения, то это тоже будет стимулом к рождаемости. Мне кажется, надо, ну вот эту сторону, сторону стимулов, сторону, ее легче, кстати, поменять, чем сознание, которое уже утвердилось, как вы говорите, европейское. Начать менять? Быстро это не сделать, поэтому проблема никуда не уйдет очень долго. Но начинать менять надо сейчас. И мне кажется, вот эта вот стратегия, основанная на демографии, она вынужденная, она необходимая. А вот уж как, какими мерами, какими стимулами, и как городская власть будет влиять? По тому поводу мне понравилось выступление, это уже не на этом совете, а потом было награждение предпринимателей, меня пригласили, вот во дворце культуры и химиков, мэр награждал, ну, немножко запоздавшее такое награждение, по случаю, дня предпринимателя. И там выходили на сцену предприниматели, им давали какие-то грамоты, причем там половина, наверное, женщины предпринимателей. И потом мэр начал опять рассказывать о стратегии, и говорит, ну, как вот решить, можно демографическую проблему? Вот нужно укреплять семью. Мужчина должен быть добытчиком и кормильцем, а женщина должна сидеть дома, воспитывать детей. Он только что их награждал, вот этих женщин, предпринимательниц, которые не хотят сидеть дома, они хотят, ну, некоторые не хотят, как бы просто, некоторые не могут сидеть, потому что нужно кормить семью, потому что их кормилиц не может обеспечить эту семью. Так вот, понимаете, мы опять вернулись к тому, что у нас вся жизнь-то она противоречит. Более того, даже если говорить вот о бабушках, да, с одной стороны, все мамочки говорят, вот без бабушки вряд ли родила бы там второго или вообще вряд ли бы родила. А мы для бабушек какое будущее готовим? Активное. Для них всякие там танцы, ментальные арифметики, клубы по интересам. А внуки? А внуки? Я не хочу внуками заниматься, у меня там это вот то и все, и пятое и десятое. И понимаете, и с одной стороны активное долголетие, с другой стороны внуки. С одной стороны активные женщины и гендерное равенство, с другой стороны демографии и надо сидеть дома. И это вызовы современности. Тут ничем, кроме как вот какими-то социальными нянями, какими-то мерами, вот поддержки, чтобы эта женщина, которая, условно говоря, добилась этого гендерного равенства и занимает приличную должность, не боялась ее потерять, потому что она знает и уверена, что вот будет социальная няня, и ребенок будет как бы в пределе. Я знаю, но я вот думаю над тем, что вот говорят, сейчас последние люди пишут по этому поводу. И мне кажется, вот главный такой подход, который, мне кажется, должен быть у всему этому всему внимательному все-таки, ну тут вот ваша бы велика роль, это слушать людей, чего не хотят на самом деле, и пытаться развернуть эти желания в нужную, в нужную, в нужную руку. Ну вот, что я могу сказать? Ну хочет уехать, пусть уедет, но вернется. Но вернется. Так надо ему еще сказать, что мы тебя ждем. Да! И показать, что мы тебя ждем. И вот тебе будет вот это и вот это, мы тебя ждем вот тут и вот тут. Здесь твой дом, здесь тебя всегда ждут, ты всегда можешь вернуться. И здесь ты свои вот эти вот профессиональные амбиции реализуешь, потому что у нас вот такие проекты и такие проекты. Мне вот кажется, еще знаете, что мы как-то, ну это тоже вот вторая сторона вот того гетоцентризма, о котором мы когда-то тоже с вами говорили. У нас же ребята сейчас дети. Они рассматривают свои интересы, и мы их к этому подготовили, что у нас ребенок, это центр мира, вне социальных интересов. То есть мы разговариваем, я вот хочу работать там в такой крупной биологической фармацевтической компании. А ты где знаешь, ты знаешь, где эта компания, знаешь, что она делает, ты можешь туда что-то принести. Ну нет, я там потом найдусь. А вот тут есть такой вот проект в городе, ты там можешь применить, вот у нас экология, здесь будет лаборатория, ты как биолог можешь здесь поучаствовать, то все. Ну типа нет, то есть у них нет связки между тем, что свои личные амбиции, свои личные запросы, ты можешь реализовать в полной мере только там, где есть кому-то еще нужные вот эти вещи. И мне кажется, если череповец покажет четко, что есть проекты, в которых нужны и вот эти выдающиеся биологи, там креативщики, все-все-все, и скажет, что ты поезжай, и мы тебя ждем, и вот тут ждет тебя вот это рабочее место, мне кажется, даже для них больше важно пока, не то, что даже комфортное жилье, хотя это тоже очень важно, но еще и то, что вот здесь у тебя будут вот такие возможности. Но это очень кропотливая такая индивидуальная работа, мы же об этом еще в 2009 году говорили, когда проводили форсайт. Да, я помню. Да, и там была даже целая программа вот этого вот связи с теми, кто уехал учиться. Ну, тут, видите, мне кажется, нельзя такой какой-то такой традиционный подход, что какой-то там, не знаю, там организовать там, не знаю, комитет, организацию или еще чего-то. Тут какая-то должна быть цепочка с одинаково мыслящими родителями, учителями, властью, работодателями, чтобы вот этот выпускник, особенно тот, который действительно чувствует свои возможности и пытается, ну, вернее, хочет сделать какие-то карьерные открытия и так далее, чтобы он постепенно к этому подготавливался, чтобы он видел, знал, с детства понимал, что в городе вот это, вот это на будущее, вот это планируется. У нас же еще, что там говорить, подростки не очень вовлечены вот в это. Вот сейчас, кстати, одна тоже из таких хороших, я считаю, направлений деятельности, это ранее вовлечение вот в эту социальную активность. Я имею в виду социальное участие, не политическое, а вот это социальное участие в развитии города, да, где ребята вот принимают участие в каких-то проектах по благоустройству, не в буквальном смысле даже, как субботники, а вот именно то, что делают шаги, обсуждает с ними, как это будет выглядеть, что тут нужно, что где поставить, чтобы, понимаете, когда, вот возвращаясь к этой городской идентичности, когда ты что-то сюда вложил, это твое, а пока ты так вот со стороны смотришь, чего там кто-то делает, это еще не твое. И поэтому вот эта вот последняя составляющая вовлеченность городской идентичности, мне кажется, она вот это самое главное. То есть ребята должны чего-то свое уже вложить в город, еще будучи школьниками. И тогда они будут понимать, что это мой город, потому что там есть частица меня. Вот это вот, это очень сложно при нынешних, опять же, подходах к воспитанию, когда и то нельзя, и это нельзя, но уже меняются немножко подходы. Ну вот это все как очень такая кропотливая длительная работа, но без нее ничего не получится, потому что только программами можно что-то сдвинуть, но не кардинально. А вот когда начать думать о будущем реально, всем, в каких-то одних критериальных рамках, наверное, когда-то, может, не при нашей жизни, но что-то получится. Я вспоминаю, это был, по-моему, конец 90-х годов, с Афанасьевым. И он еще тогда работал на Северстале. У нас тогда был корпоративный университет. Я-то еще был до создан корпоративный университет, а тогда впервые Мордашо стал говорить о том, что нужно, обсуждали все тогда, нужно менять менталитет работников Северстали, что они такие безответственные, что они такие все ипотечные, не инициативные, а надо, чтобы они были вовлечены в процессы компании. Это были первые разговоры, и тогда Афанасьев сказал, что это долгий процесс, это быстро не сделать. И вот прошло уже сколько с тех времен, уже почти 20 лет, и вот сейчас только начинают проявляться вот эти результаты, когда уже там, по-моему, второе или третье поколение череповецких металлургов, которые начинают там что-то инициативу проявлять, начинают стремиться к чему-то, начинают какой-то карьерный рост. Это самое сложное. Менталитет менять, это самое сложное. Но мы его долго-долго меняли в одну сторону. Кстати, об этом же представлениях молодежи, и почему они сейчас очень так переживают ситуацию. Потому что мы же практически 20 лет готовили к тому, что он человек мира, что западные ценности – это самые такие хорошие, мы к ним стремимся, мы ориентировали на это. И это была такая вот столбовая дорога, которая не имела альтернатив. И вдруг бах, им почему страшновато, потому что вдруг бах, это все немножко, не немножко, а множко поменялось. Поэтому, мне кажется, вот надо предвидеть некоторые такие вещи и давать возможность разнообразия. Вот не случайно говорят, что жизнь – это многообразие. Нельзя выбирать какую-то одну столбовую дорогу, зная, что вают всякие ситуации. Поэтому, и вот сейчас для детей надо тоже не с 11-ти классников начинать, а и по современному уровню труда, и по тем компетенциям, и по развитию череповца. Надо начинать с маленьких, чтобы они привыкали и думали. Мы, кстати, в своих исследованиях выяснили, что вот малыши, мы начинаем, кстати, про социологию рассказывать с первого класса. Мы ходим, проводим игровые фокус-группы, всякие уроки науки. И когда мы проводили фокус-группу про город Череповец, вот малыши с восторгом рассказывают. И про места всякие они знают, их возят туда на экскурсии, и про скверы, и про парки, и даже историю знают все. В среднем, извиняю, уже не так. А в старшем вообще. Зато в старшем 57% или 67% хотят жить череповцы. И вот, то есть вот это надо как-то закреплять, закреплять. На самом деле, я все-таки вот очень считаю, что важным фактором является даже смена менталитета не столько у детей, потому что они формируются. У них чистое поле, как бы их можно. А вот у родителей и учителей изменить менталитет более сложно, но там больше действуют рациональные такие вещи, да, и стимулирование в том числе. Потому что, как бы дети не говорили, что они самостоятельно принимают всякие решения, они очень прислушиваются к мнению родителей и учителей. И пока учителя гордятся тем, что у меня там все уехали и поступили, и все там закрепились, пока родители, как у нас одна мама на фокус-группе сказала, не могу выпихнуть свою дочку из череповца, но нравится ей тут жить хоть тресни. Мы говорим, так зачем? Ну, чего она тут будет? Я говорю, а куда вы ее хотите выпихнуть? Да хоть куда. В ВУЗ? Нет, в училище. Так у нас же такие колледжи. Да чего тут у нас? Понимаете, эти вот стереотипы надо еще поменять. Тогда, мне кажется, как-то что-то сдвинется. Вот на этом поставим точку. Спасибо вам огромное. Спасибо. Это был подкаст «Что-то надо менять». Слушайте этот и другие подкасты на сайте самолета, на нашем канале в YouTube и в группе ВКонтакте. Там вы сможете оставить свои отзывы о подкастах, задать вопросы, предложить темы, которые вас интересуют. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok